МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Сегодня в студии информационно-познавательная и культурно-развлекательная программа Гравитсапа. Ксюша Абрамова и Данила Зубев. В нашей рубрике «Почему» наши корреспонденты задают вопросы ростовчанам на самые разные темы. Посмотрим, о чем же удалось поговорить сегодня. Почему? Здравствуйте! А как вы думаете, что такое свобода? Свобода? Ну, это такое состояние, когда человек может позволить себе то, что он хочет. А чувствовали ли вы себя когда-нибудь по-настоящему свободным? Нет. К сожалению. А как вы думаете, что нужно людям, чтобы стать свободными? Много денег. Понятно. Большое спасибо. Здравствуйте! А как вы думаете, что такое свобода? Ну, я считаю, свободна, например, сейчас я. То есть я независима. Не в том плане, что я делаю, что хочу, да, а в том, что у меня, например, все есть, чего я хочу, допустим. Я могу сейчас, я молодая, я могу сейчас всего добиться, но я считаю, что я сейчас свободна. А как вы думаете, что надо сделать человеку, чтобы стать свободным? Я считаю, для начала человеку нужно иметь какие-то моральные или нравственные принципы, чтобы быть свободным, потому что без них человек, наоборот, не свободен. Ну, я думаю, это главное. Большое спасибо. Пожалуйста. События и интересные места города в нашей рубрике «Где?» Узнать о воскресной школе для будущих математиков нам поможет репортаж, в котором мы побываем на факультете математики, механики и компьютерных наук. Отправляемся туда прямо сейчас. Сейчас мы находимся на Западном и отправимся на факультет математики и механики компьютерных наук, где по воскресеньям проходят воскресные занятия. И получается большая польза для врача. Врача, 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 врача. Ну, кстати говоря, эту работу мы делаем совместно с мединститутом. Может, заставили его реагировать на руку? Вот смотри, на движение руку. Вот это, вот с этим, где это, это координаты руки. Определяют координаты руки. И по ним я включил, чтобы он отправился. Ну, выговаривается это очень сложно. Надеюсь, что никто не запомнит. Но, тем не менее, сектор сопровождения, эксплуатации информационно-вычислительной сети факультета. Это страшная самая. Вот работа системного администратора, она чем интересна? Кроме того, что приходится работать с компьютерами, еще приходится работать с людьми. Вот с людьми требуется больше терпения, чем с компьютерами. И, как правило, снимок, и, конечно, есть крейдоскоп. А самим крейдоскопом можно управлять с помощью, вот, вот, липмовушки того устройства. Мы не делали этого, потому что мы не делали это. Как и пришла идея, я совершенно отвечаю. Сначала это уже понятно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Михалкович, там, с вами Славович. Вот сегодня в роли директора детской компьютерной школы Примехвазия. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, про саму эту школу. Творится столпотворение. Сегодня огромное количество школьников проходят курсы. И так происходит каждое воскресенье в течение учебного года. А сколько всего школьника в вашей школе? Порядка 500. А трудно ли попасть к вам? Попасть легко, остаться труднее. Мы стараемся давать такие знания, которые бы помогли школьнику в дальнейшем, когда он будет учиться в ВУЗе. То есть мы всегда с прицелом на ВУЗ даем знания, что нужно в ВУЗе и что нужно дальше. Есть воскресная компьютерная школа, есть воскресная математическая школа. Больше ничем иным мы не занимаемся. Мы занимаемся математикой и компьютерной номиналкой. Данил, давай встречать нашего гостя в студии. Интересно, кто пришел к нам сегодня? Кто? Добрый день. Сегодня в нашей рубрике кто гость из Москвы? Московская студия. Вы нас слышите? Москва на связи. Привет, Ростов. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Привет. Ирина, расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути. Я очень благодарна судьбе, что закончила университет международных отношений в Москве. Сначала в бакалавриате я училась на международных отношениях, на дипломата. Но потом поняла, что государственная служба, наверное, это не для меня. И мне интереснее работать в бизнесе. Поэтому в магистратуре я уже изучала международный бизнес и экономику. После университета я попала в компанию Samsung по программе набора молодых специалистов. Занималась маркетингом и продакт-менеджментом в отделе ноутбуков. Была очень интересная работа. Я очень благодарна Samsung за полученный опыт, навыки. И через несколько лет после работы в Samsung я пришла в HP уже подготовленным специалистом в области маркетинга и продакт-менеджмента. Как сложилась ваша карьера в Хьюитт-Паккарт? Придя в HP, я занималась маркетингом широкоформатных принтеров HP в странах СНГ. В основном в России. И широкоформатные принтеры – это принтеры, которые печатают для архитекторов, для проектировщиков, для профессиональных фотографов, для дизайнеров. То есть это очень интересный сегмент потребителей, если говорить бизнес-языковым. Инна, скажите, пожалуйста, а что для вас главное в жизни – любовь, семья или карьера? Ну, признаться, вы очень интересно ставите вопрос, любовь или семья. В моем возрасте, к счастью, любовь и семья – это синонимы, это одно и то же. Отвечая по существу на ваш вопрос, мне кажется, что очень важно в жизни соблюдать правильный баланс между семьей, в скобках, любовью, и работой, карьерой. Потому что обязательно нужно реализовать себя в работе, нужно гордиться тем, что ты делаешь, и понимать, что ты делаешь полезное дело на работе. Но одновременно очень важно для любого человека, как для женщины, так и для мужчины, завести семью, иметь любимых людей в своем кругу, делать для них что-то хорошее, получать что-то хорошее взамен – это очень важно. Поэтому я бы сказала, что для меня самое главное в жизни – это пытаться находить время и для семьи, и для работы, и соблюдать правильный баланс. Как вы думаете, какие принтеры будут в будущем? Вы знаете, любой вопрос, связанный с какими-то прогнозами, мне кажется, достаточно сложный и опасный для того человека, который отвечает. Но мне кажется, что если говорить о ближайшем будущем, 5-10 лет, то, скорее всего, в общем своем формате принтеры останутся такими же. И они будут печатать на бумаге, на бумажных носителях. Прежде всего, мне кажется, бумага точно останется в как раз широкоформатных принтерах, потому что, согласитесь, еще печатать документ А4 или не печатать, мы можем думать, да, можем посмотреть этот документ на компьютере. Но если речь идет об огромных картах, которые печатают, например, нефтяники, либо если речь идет о большого формата фотографиях, которые выставляются в фотогалереях, то здесь не стоит вопрос, печатать или нет. Обязательно печатать, иначе в первом случае будет просто неудобно и невозможно работать, а во втором не состоится фотовыставка. Если говорить о более долгосрочной перспективе, ну лет 50, например, да, то, наверное, все-таки будут какие-то устройства, которые будут позволять воспроизводить изображение с компьютера в каком-то, возможно, 3D формате. Ирина, а скажите, пожалуйста, какими проектами Hewlett Packard удивит нас в ближайшее время? Хороший вопрос. Я рада, что здесь, в отличие от футуристических прогнозов, я могу сказать достоверную информацию. Ну, наверное, самый такой динамично развивающийся рынок, на котором играет HP, это рынок персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, трансформеров. Ну, в общем, сейчас на этом рынке невероятное разнообразие различных устройств. Мне кажется, очень интересна технология, которая будет воплощена в устройствах, которые практически уже едут в российские магазины. Технология называется leap motion, движение. Не тактильное движение, трогать ее не нужно будет, а движение в воздухе на определенном расстоянии от этой панели человеческой руки. То есть это своеобразный заменитель тачскрина, либо тачпада, либо мышки, кто как управляет своим ноутбуком или компьютером. Мне кажется, это такая прорывная технология. HP один из первых производителей компьютеров, который воплощает ее уже сейчас в своих устройствах. Так что ждите в принтерах, что будет в принтерах. Я думаю, что многие из вас слышали, что такое 3D-печать. Это печать не на бумаге, а по сути воспроизведение какой-то модели с компьютера в материальном объекте. То есть в результате у вас будет не отпечаток, а будет пластмассовая эта моделька физическая. Так что ждите. HP готовит много нового интересного и остается на гребне высоких технологий. Спасибо, Ирина, за такие интересные и содержательные ответы. Увидимся в эфире. До свидания. До свидания. Спасибо вам, ребята. Мне было очень интересно с вами поговорить. Спасибо. Пока, Москва. До свидания, Ростов. До новых встреч. Чтобы включить новую реальность, включайте нашу программу. Да, и не забывайте о том, что мир был бы лучше, если бы все вели себя так, как будто бы за нами наблюдает мама. Всем удачи. Если хотите, пишите нам по электронному адресу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова